Доброе утро, коллеги! Конечно, в преддверии новогодней ночи все больше хочется верить в сказку и исполнение желаний. Жители Керчи уже подготовились к празднику, купили подарки родным и близким, придумали, какие блюда поставят на новогодний стол, нарядили елку и украсили дом. Все эти приятные хлопоты многих возвращают в детство, где радость самая искренняя, а волшебство всегда настоящее, ведь в гости обязательно заглянет добрый Дедушка Мороз с подарком. Чудеса ближе, чем мы думаем, и сегодня наши телезрители в этом убедятся. У нас в студии волшебник, который всегда появляется эффектно, правда, встречаемся мы с ним только раз в году. Конечно, это Дедушка Мороз. Здравствуйте, Дедушка, очень рады вас видеть у нас. Здравствуй, внученька. Здравствуйте, все керчане. Ну, расскажите, как вам у нас здесь в Керчи? У нас здесь, конечно, снега нет, мороза нет, идет дождик. Да, мне это не очень нравится, но, к сожалению, можно сказать, что то, что здесь нет снега и мороза, это наша недоработка. Это недоработка моя и моих помощников. Значит, в этом году дети заказывали мне снег на Новый год, но пока, к сожалению, мы много работаем над этим, но ничего сделать пока что нам не удалось. С другой стороны, и Новый год еще не наступил, а если наступит Новый год и вдруг не будет снега, то еще и Старый Новый год. И уж до Старого Нового года, я думаю, мое войско, мое воинство добьется того, что в Керчи будет снег, такой же, как на Северном полюсе, ну, может быть, немножечко поменьше. Хорошо, мы будем с нетерпением ждать снега, когда он выпадет и порадует жителей. Дедушка, расскажите, как вам наш город, красиво ли он украшен? Да, мне очень понравилась Керчь, мне очень понравилось, как украшен этот город. А особенно мне понравилось, некоторое время назад здесь был парад Дедов Морозов. То есть, ну, все понимают, что я главный Дед Мороз, но я бы не успел сделать подарки всем детям, всем взрослым и вообще сделать все зимние дела, если бы у меня не было помощников. У меня есть много волшебных Дедов Морозов, но иногда мы на такую хорошую работу нанимаем волонтеров. И вот эти волонтеры в качестве Дедов Морозов присутствовали на параде и тоже творили свое волшебство, как это у них получается. Вот этот вот парад Дед Морозов понравился мне в Керчи очень. Очень здорово. Я думаю, всем керчанам он тоже пришелся по душе. К вам каждый год приходит очень много писем от ребят, которые просят вас об исполнении их желаний. Вот какие просьбы обычно встречаются? Расскажите. Ну, обычно каждый год повторяются одни и те же желания. Это правильное желание, это желание мира, это желание здоровья, желание здоровья всем членам семьи и счастья. Это правильно, что такие желания не изменяются год от года. С другой стороны, взрослые не желают себе подарков, они подарки делают себе сами, а дети просят подарки. И вот эти желания, конечно, изменяются в зависимости от того, что становится модным, что становится известным. Дети просят то, что сделало бы их модными, наверное, и вот эти желания изменяются. Потом дети хотят быть волшебниками, дети хотят быть супергероями. Раньше дети хотели быть пожарниками, это некоторое волшебство. Космонавтами, это тоже некоторое волшебство. Ну и быть супергероем, спасать мир, это тоже, в общем-то, волшебство. Это наши помощники, тоже, можно сказать, волонтеры. Точно так же, как пожарники и космонавты. Очень здорово. Скажите, а вот что бы вы сами хотели получить в подарок на Новый год? Я даже не знаю. Я волшебник. У меня, в общем-то, все есть. С другой стороны, конечно, я повторюсь, хотелось бы мира, хотелось бы здоровья и хотелось бы счастья. Это самое простое, но самое можно на самом деле. Да, самое повторяющееся год от года. И то, ради чего существуем мы волшебники. И, наверное, то, ради чего живете вы, люди. Хорошо. Что бы вы пожелали всем крымчанам к Новому году? Ну, опять придется повторяться. Я пожелаю крымчанам снега. Я пожелаю крымчанам мира и пожелаю спокойствия. То есть я пожелаю взрослым, чтобы они были спокойны и самодостаточны. Спасибо большое вам, Дедушка Мороз, что в этой новогодней суете вы нашли время посетить нашу студию и подарить настоящее новогоднее чудо. Коллеги, я надеюсь, что наш волшебник исполнит и ваши все самые сокровенные желания. На этом у меня все. Я передаю вам слово.